Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Визовый нюанс, песня у костра и жилищный показатель. С начала года в Беларуси построили более 10,5 тысяч квартир. Кому достался свой уголок? Трогательное прощание. В Бобруйске отгремел последний звонок. Как-то даже грустно, что это все заканчивается. Какие планы у будущего страны? Праздник тех, без кого отечественная продукция не была бы известна на весь мир. В Беларуси отмечают День работников химической и нефтехимической промышленности. Я сам пришел на это предприятие 20 лет назад, молодым специалистом. Кто удостоен наград? Главнее всего. Проспект Георгиевский, переулок Путейский, улица Пролетарская. Новые дороги красивые. В городе продолжается плановый ремонт дорожного покрытия. В сегодняшний момент мы еще занимаемся детскими площадками. Куда еще заглянет грейдер? Гармония в сердце. Детская школа искусств имени Владимира Оловникова отметила 50-летие. У меня был очень сильный такой драйв. Чем покоряет учреждение образования? Невосполнимая утрата, всеобщая забастовка и несладкая жизнь. По мнению ученых, к середине 21 века могут исчезнуть картофель, шоколад и кофе. С чем это связано? Беларусь на неделе с официальным визитом посетил Владимир Путин. Российского коллегу Александр Лукашенко встретил лично у трапа самолета. Не дожидаясь следующего дня, президенты двух стран начали переговоры прямо в аэропорту. 24 мая главы государств продолжили общение в узком кругу и расширенном составах. На повестке дня – состояние перспективы развития отношений, интеграция, реализация решений, принятых Высшим Госсоветом Союзного Государства, совместные торговые, экономические и кооперационные проекты. Сегодня как раз повод услышать то, что уже сделано в связи с нашими поручениями. И полтора-два вопроса, которые надо было бы нам решить, мы также специалистов послушаем, они нам доложат. То, о чем много говорят в последнее время люди, говорят хорошо, что мы союзники, близкие, родные государства, чтобы в этом плане, в этом контексте мы смогли принимать эти решения. Александр Иванович, спасибо большое за приглашение всей нашей команде, всей командой это говорю. Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном. У нас есть возможность сейчас оценить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано. В ходе переговоров белорусский лидер напомнил о потенциале сотрудничества на уровне регионов, обеспечивающего взаимной торговле значительную прибавку. 27-28 июня в Полоцке, Витебске и Новополоцке пройдут мероприятия в рамках очередного белорусско-российского форума регионов. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина принять участие. Квартирный вопрос, детский смех и под контролем. Беларуси усовершенствуют механизмы ценового регулирования платных медуслуг. В чем суть? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. С начала года в Беларуси построили более 10,5 тысяч квартир. В эксплуатацию введено свыше тысячи квадратных метров. Для граждан, которые состоят на учете нуждающих в улучшении жилищных условий, введено 32,6% от общего объема. Сюда же входят апартаменты, возведенные с использованием господдержки. В Беларуси усовершенствуют механизмы ценового регулирования платных медуслуг. В планах скорректировать нормативы правовых актов по вопросам установления и применения предельных максимальных тарифов. А также формирование цен на лекарственные средства и изделия медназначения. Главная цель – обеспечить их доступность для населения. Смены в детских лагерях сократят. Теперь заезды будут длиться не более 15 дней вместо привычных 18 или 21. Таким образом, в наступающем сезоне за городом отдохнет наибольшее количество школьников, сообщили Минобри. В стране учебный год оканчивает миллион учащихся. Плата за выдачу шенгенской визы краткосрочного пребывания увеличится. С 11 июня сборы вырастут на 12%. Документ для взрослых обойдется в 90 евро для детей от 6 до 12. Раз в три года Еврокомиссия пересматривает стоимость на основе значений инфляции средних зарплат госслужащих Евросоюзе. Соискатели назвали топ-минусов онлайн-собеседования. В анкетировании приняли участие 1830 респондентов. Среди основных недостатков невозможность составить полную картину о нанимателе, офисе или потенциальных коллегах некомфортное ощущение в ходе общения на камеру. Однако 39% опрошенных признались, формат диалога не имеет для них особого значения. Школа «Я уже скучаю». В Бобруйске отгремел последний звонок. Бывшие ученики расправили крылья, чтобы уверенно шагнуть во взрослую жизнь. В торжестве приняли участие более 1100 ребят. Слезы прощания, смех и надежды на светлое будущее. Чем заполнился выпускной 2024, расскажет Юля Вернер. В 20-й школе сразу два одиннадцатых покинули родные стены. Среди выпускников трое медалистов. В актовом зале собрались родные и близкие поддержать, разделить с ребятами волнительный момент. Поздравить уже бывших учащихся приехало и руководство города. На глазах слезы, во взгляде вера в будущее. Конечно же, немножечко волнение присутствует, но я очень рада, что я прошла этот главный этап в своей жизни. Конечно же, я буду скучать по учителям, по своим наклассникам. Очень сильное волнение, последний звонок, выпускной экзамены. Очень много друзей тут останется. Кто-то поедет тоже в Минск поступать со мной. Я, как бывший выпускник средней школы номер 20 города Бабуйска, сегодня с большим удовольствием посетил стены родного для меня учреждения образования и поздравил выпускников с последним звонком. Пожелал всего самого наилучшего. У нас самые лучшие ребята, они амбициозны, они хорошо образованы, они настойчивы, они молоды. Поэтому я уверен, что все у них получится. В третьей гимназии подготовка к праздничной линейке полным ходом. Выпустились в этом году почти 60 человек. Белые фартуки, банты, ленты и хорошее настроение под стать погоде – главные атрибуты праздника. Экс-школьники прошли тернистый путь с длиной 11 лет. Впереди лишь новые вершины и достижения. Я вельми рада, что мне трапил таки добрый, отказный, дружный класс. Разом мы провели цикавое, счастливое школьное житцо. Жадаю им, как все мары справдилися, как яны шли по гэтым шляху с надеей у будущую. Хай усе у них отбудется. Хочется пожелать им успеха на жизненном пути. Замечательно сдать экзамены. Пускай в жизни у них все получится. И ребята наши знают, что мы верим в них, ждем и всегда рады их успехам. Хочется пожелать искренне нашим ребятам, выпускникам широкой светлой дороги, выбора профессионального, состояться в этой жизни успешным профессионалам, найти свой верный путь, здоровья, удачи и никогда не сдаваться в добрый путь, выпускники! 35-я школа имени Батова, 9 утра. В единую команду собрались выпускники. Для них творческие танцевальные, сольные выступления, мини-спектакли, стихи. День со слезами на глазах, от счастья и доброй грусти. Здесь были первые учителя, друзья, ошибки и мечты, любовь. Впереди новая глава. У меня как директора это очень волнительный день, очень трогательное событие. Всегда наворачиваются слезы на глаза. Ну и в то же время радостное событие, потому что сердце мое переполняется гордостью за наших ребят, за наших выпускников. Я думаю, что все они будут достойными гражданами Республики Беларусь. 11 лет школы – это куча эмоций, куча разных моментов, как и веселых, так и грустных, и ошибки, неудачи. Как-то даже грустно, что это все заканчивается, потому что большой жизненный период, когда вспоминаешь, что шла вот такая еще, а сейчас уже заканчиваешь. Трогательный момент – последний звонок в руках первоклассника. Золотой ключ от школы выпускники передают на хранение. Честно говоря, это очень волнительный день для меня, как мне кажется, и для каждого выпускника. И планы, конечно же, поступать в университет. Ну и надеюсь, что все сбудется так, как именно хочется. Птенцы, которых выращиваешь, практически улетают из школы. О, волнительный день. Иди, конечно, ждет долгая дорога, неизведанные пути. И хочется, чтобы у моих учеников, выпускников, сложилось все удачно, так, как они сами себе желают. Я желаю ей успехов. Она у меня большая трудяшка, она такая умница. Я очень хочу, чтобы у нее дальше получалось все так, как получается в школе, чтобы она так же хорошо училась. Настало время, когда до экзаменов ИЦТ рукой подать. Каждый выпускник примерно представляет, как хочет видеть свою жизнь. Не просто с мыслями родителям. Опомниться не успели, дети выросли. Уже выбирают город, учебное заведение, в котором найдут свой путь. Папы готовятся отпустить детей в самостоятельность, мамы пускают слезы. Но с гордостью и любовью, защитой и поддержкой смотрят каждый на своего. Несмотря ни на что, они будут рядом со своим ребенком. Желаю добиться всего, что задумано, всех целей, всех планов. В любом случае, всегда будем поддерживать, гордимся своей девочкой, чтобы все в этой жизни получилось так, как она хочет. Средняя школа номер 27 имени Хоружей не стала исключением. В большой путь отправили 82 выпускника. Среди них 25 учащихся заканчивают классы военно-патриотической направленности. Это будущие защитники нашей Родины. Волнительный, особенный день для родителей, для учащихся, для педагогов. И хочется пожелать нашим выпускникам помнить о том, что они лучшие, и сказать им в добрый путь и в добрый час. Мы сердцем остаемся с ними и надеемся, что они помнят о том, что родной город Бобруйск их любит и всегда ждет. После линеек выпускники собрались на площади Победы. Впереди праздник специально для виновников торжества «Последний звонок». В эпицентр событий подтягивается все больше ребят и руководителей. Настроение на высоте, эмоции на пределе. Очень важно, у нас уже прошел концерт, мы очень много поплакали. Сейчас мы приехали, типа, смотреть концерт, звать вальс. Если честно, я пока еще не поняла, что мы пытаемся в школу, но эмоции просто зашкаливают. Все такие красивые, нарядные. Я хочу им пожелать, скорее всего, правильного жизненного выбора, четких жизненных ориентиров. Ну, конечно, нигде и не удачи. Поддержать и поздравить своих детей собрались и родители. Желаем всего самого только хорошего, найти верных, надежных друзей побольше, устроиться в жизни хорошо. Ну и идти выше, выше и еще раз выше. В год качества школы Бобруйска покинули более 1100 ребят. По традиции, в начале торжества совместное исполнение гимна. Славься народам, братецкий союз! После школьники и руководство города отдали дань памяти героям, подарившим мирное небо над головой. Ребята возложили цветы к танку Бахарова. К поздравлениям присоединился заместитель председателя горисполкома Владимир Книга. В адрес выпускников слова напутствия и теплые пожелания. Пусть сбудется все задуманное, а планы реализуются. Дорогие выпускники, впереди у вас централизованный экзамен и централизованное тестирование. Легких вам начинаний, удачных свершений, светлого будущего. Заслуженные награды получили дети, родители и педагоги. Памятные дипломы и цветы. Учащиеся средняя школа номер 10 города Бобруйска. Впервые в городе прошла передача «Капсулы времени». Выпускники 2024 написали послания для тех, кто покинет школу в следующем году. Насыщенная концертная программа не заставила никого заскучать. Хорошее настроение и прилив энергии обеспечены. В традиционном прощальном вальсе слились десятки молодых пар. После праздничного шествия выпускники радостно вышагивают стройной колонной и гордо и весело прославляют родные школы. Праздничная программа в самом разгаре. Продолжение на площади Ленина. Ребята выпустили в небо сотни шаров, насладились музыкальной программой. Вишенка на торте, флешмоб детей и родителей, педагогов. Радостный и печальный день останется в памяти ребят надолго. Однако расслабляться рано. Впереди сдача экзаменов и тестирование. Глядя на активную и целеустремленную молодежь, с легкостью верится. Им все по плечу. Сегодня прозвенел последний звонок для более чем тысячи ста выпускников, среди которых победители республиканских олимпиад, конкурсов работы следовательского характера, победители творческих конкурсов, мастера спорта. Нам есть чем гордиться. Я хочу пожелать им удачи, успехов, крепкого здоровья и воплощения их мечт. Впереди громкие победы, достижения и долгий путь. Выпуску 2024 можно лишь напомнить. Дорогу осилит идущий. Юлия Вернер, Елизавета Житкова, Никита Швайковский, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Максим Калинин. Итоги недели. Страна отмечает День работников химической и нефтехимической промышленности. Это одна из важнейших отраслей Беларуси. Предприятие осваивает новые виды продукции и технологии, обеспечивает работой и стабильным доходом тысячи семей. Это весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов и республики в целом. Отечественные удобрения, шины, косметика давно узнаваемы во всем мире. Сегодня химическое и нефтехимическое производство Беларуси – динамично развивающаяся отрасль. У нас реализуются инвестиционные проекты. В промышленном Бобруйске четыре градообразующих предприятия относятся к сфере. Флагманы выпускают продукцию, которая ценится не только в республике, но и за ее пределами. Работа дробильщика заключается в загрузке кусков обрезиненного корда в измельчитель М712. От Адая Сергей Грикоров – прессовщик-вулканизаторщик пятого разряда. За два десятка лет мужчина отточил свои навыки до совершенства. Среди ночи разбудись делает с закрытыми глазами. За один в среднем 10-12 тонн изделий проходит через его руки. В работе главное – соблюдать интервал для равномерности. На финиш на прямой – брикеты. Выбрал путь, как-то устроила меня сюда моя бывшая жена. Поработал, понравилось. Сначала на территории Шинного, у нас там второй цех находится. А потом здесь сделали ремонт, поставили новое оборудование, и мы переехали сюда. Химическая промышленность, Шинное – это очень тяжелый труд. Главное, наверное, это стремление к труду. Если есть желание к труду, значит человек будет работать. Трудится на ведущем предприятии Беларуси по переработке автомобильных шин и молодое поколение. Под контролем Сергея Фисюка резиновая пластина в процессе вулканизации приобретает товарный вид. Быть частью коллектива уникального «Эковерпро» для бобруйчанина – мечта. Механико-технологический колледж в Бобруйске наш закончил. Решил связать свою жизнь с этим предприятием. Здесь недавно, всего лишь год, интересно была именно переработка отходов. Опытные коллеги, мои непосредственные руководители, они меня обучают, ведут. Контроль технологического процесса на максимум. Уверенные шаги в выбранном деле делает и Виктория Ашгихина. Несмотря на молодость, от амбициозного взгляда техника-технолога не ускользает ни одна деталь. К слову, девушка еще и председатель молодежного парламента. Два года назад приехала в Бобруйск и влюбилась в профессию «Город». Вообще, я решила остаться тут работать из-за того, что тут перспектива в карьерном росте. Мне очень нравится то, что тут дружный коллектив, все отзывчивые, все понимающие. И как бы я поняла то, что это мое. На предприятии работает 705 человек. Кадры высококвалифицированные. Приходят к нам молодые специалисты, что очень радует. Молодые специалисты закрепляются на рабочих местах и продолжают работать. Я сам пришел на это предприятие 20 лет назад, молодым специалистом. И, как видите, до сих пор работаю. Очень нравится. Очень нравится. Люди, коллектив, очень много семейных династий. Накануне Дня химической и нефтехимической промышленности в актовом зале Белшины чествуют тех, кто предан выбранной профессии. Для кого отрасль – дело жизни. В торжественной обстановке со сцены не смолкая звучат слова благодарности в адрес лучших награды. Работаю 41 год. Работаю доволен. Почему? Потому что она меня устраивает, потому что я ее умею делать. А стараюсь. Все это растет. Люди стараются, чтобы было лучше. Очень приятно такую награду получить. Не каждому удается. Я, конечно, очень счастлив. Поздравляю всех тех номинантов, которые тоже получили награды. Мастер «Золотые руки», верность профессии, образец мастерства, верность Белшине. Для каждого в подарок – концертные номера. Сюрприз – выступление заслуженного артиста Беларуси Александра Солодухи. Нефтехимический комплекс является одним из ведущих комплексов в нашей стране, в Республике Беларусь, которая повышает экспортный потенциал, технологическую составляющую нашей страны. И одним из веществ этого комплекса является наша Белшина. В Бобруйске весомый вклад в социально-экономическое развитие города, региона, страны ежедневно вносят тысячи квалифицированных специалистов. Благодаря их труду у отрасли точно есть будущее. Ирина Журавлева, Елизавета Липеева, Максим Калинин. Итоги недели. По артериям жизни в городе продолжается обновление дорожного полотна и капремонт жилых домов. Свежий асфальт появился на втором путейском переулке по улицам Розы Люксембург и Марии Бобровой. В микрорайоне Еловики сотрудники предприятия ДЭП грейдировались участки дорог. Новая пешеходная дорожка и на Пролетарской. Там работники ЖКХ укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюрный камень. Вместе со стандартными кирпичиками для удобства людей с ограниченными возможностями используется тактильный материал. Как водителя меня, конечно, радуют дороги. Это в первую очередь. Когда я как пешеход, мне нравятся новые тротуарные дорожки. Опять же, это все. Преображение города идет в плане укладки плитки. Это можно отметить. Чистота города можно отметить. Ну, вот такие моменты есть. Кафешечки. Атмосфера это придает. Все нравится, все красиво. Улицы, сквер, который сейчас делают на улице Урицкого, тоже замечательно. Тротуары, дорогу ложат на Георгиевском проспекте. Сейчас оттуда приехала. Очень хорошо. Молодцы, что благоустраивают. Новые дороги красивые. Стены, площадки игровые. Дома новые строят. 23 мая специалисты дорожно-строительного отреста номер 3 начали фрезеровать старое покрытие на проспекте Георгиевском. Всего в планах на 2024-й 30 участков, где по результатам осеннего осмотра запланирован ремонт. Правда, список может корректироваться из-за разных факторов, таких как погода, источники финансирования, скорость и качество работ. Вроде бы посвежело немножко. Квартиры делали, в ванне и в туалете трубы поменяли. И окна на площадке поменяли. Капитальный ремонт жилых домов проходит в каждом районе города. В Первомайском изменения заметны уже на Западной 5, Гагарина 10. Специалисты обновляют фасады, кровлю проводят замены инженерных коммуникаций, плитки устанавливают новые лавочки. В сегодняшний момент мы еще занимаемся детскими площадками. Сегодня мы открыли уже одну детскую площадку, она уже готова на улице Батова 20. А также еще планируется 5 детских площадок. А также это уже будет не в рамках срочного ремонта. На улице Западной здесь тоже будем ставить детскую площадку. На территории Первомайского района в рамках благоустройства дворовых территорий новые места для развлечений юных бобручан появятся на 50 лет в ЛКСМ, Орджоникидзе, Лыньково, Горелико. 50 лет такой порог перешагнула школа искусств имени Оловникова. 10 отделений, более 800 учеников и под сотню педагогов, из которых почти половина – выпускники школы. За полвека стены увидели не один десяток выдающихся музыкантов. Как разглядеть талант, почему сюда хочется возвращаться и какой самый лучший инструмент – далее. Уже полвека учреждение образования учит тонкостям искусства. Школа, основанная в 1974-м, стала настоящим домом для любителей творчества. Сейчас на 10 отделениях музыкальные азы познают более 800 человек. Струнные, клавишные, духовые, ударные, вокал. Разнообразие радует не только глас, но и слух. Мне понятна твоя меговая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Хоровое отделение учреждения образования насчитывает 114 талантливых ребят. Юные дарования для блестящего результата прилагают колоссальные усилия. Учатся правильно дышать, тренируют артикуляцию и дикцию, обучаются нотной грамоте. Старания купаются ста крат призовыми местами на конкурсах, дипломами и наградами. Только в этом учебном году ученики привезли более 300. Я выступала в Москве на большой сцене. Это такой, наверное, самозапоминающийся. Конечно, волнение на всех конкурсах испытываешь, но с опытом будет легче. Я выступал, спел хорошо. Мне самому понравилось. Я когда пошел за кулисы уже, спел свой номер, у меня был очень сильный такой драйв, веселье, все хорошо, прям весело, радость. Без помощи преподавателя никуда. Опытные педагоги направляют и поддерживают. Самое сложное, наверное, услышать природу ребенка. Потому что помимо того, что мы ставим голос, очень важно понять, в каком направлении каждого из детей нужно вести, чтобы найти его изюминку. Я думаю, талант мы всегда видим. Иногда просто таланту нужно помочь. Аутентичное ответвление вокала – народное пение. Разговорная манера исполнения, выразительность интонаций, передача чувств, настроения и традиций. Главное – переменные. Ланечка, гадродиношка, садит свою всю родиношку, бедная ты богатая. Мне нравится народное пение, потому что это наши истоки, это наше начало, это наше прошлое, и без прошлого не будет будущего. Регистры и октавы. Стефания Перхова с детства погружена в мир черно-белых клавиш. Игра на фортепиано – дело семейное. Девочка пошла по стопам матери и влюбилась в инструмент. За плечами десятки конкурсов и столько же побед. Достигать высот помогает искренняя любовь к тому, что по душе. Я поучаствовала во многих конкурсах. Самый главный конкурс – это был «Музыка надежды». Я заняла там второго лауреата. Самое сложное – это донести музыку до зрителя. У меня это получается. Поддерживает на непростом пути мудрый и опытный педагог. Про ученицу мою можно говорить много, долго и только с положительной стороны, потому что таких детей мало. Сейчас играет такую программу, что на самом деле в пятом классе играть эту программу. Шопена, Листа, Бетховена в работу взяли. Звонкая струна. Виолончель завораживает не только своим видом, но и мелодичным звуком. Освоить капризный инструмент непросто, но взяв однажды смычок в руки, отложить в сторону уже невозможно. Я выбирала инструмент и вот как-то посмотрела на виолончели, поняла то, что вот мне надо на виолончели. Я хочу поступить на учителя музыкальной школы. Я даже примерно знаю, куда. Основа, то, на чем держится детская школа искусств – преподавательский состав. Настоящие профессионалы своего дела вкладывают в обучение всю душу, направляют своих учеников и поддерживают во всех начинаниях. Некоторые педагоги, окончившие обучение в учреждении образования, вернулись сюда, чтобы подарить свои знания юным звездочкам. В моем детстве был такой замечательный учитель, который влюбил меня в музыку. Глядя на нее, я поняла, что я хочу точно так же быть, как она. Но она являлась примером, и вот мне хотелось пойти по ее стопам. Конечно, школа может гордиться своими выпускниками, ведь знак качества нашей школы – это ее выпускники. Конечно же, прекрасным педагогическим составом, который собран из самых лучших педагогов, которые имеют множество наград и заслуг. Душа школы – это коллектив. Коллектив школы, который работает вот как одна семья. Занимается одним делом. Мы делаем все сообща. Вы знаете, это, мне кажется, наше вот такое большое достижение. Конечно, хочу пожелать всем дорогим нашим преподавателям, учащимся и ребятам крепкого здоровья. И, конечно же, успехов. Вот чтобы все получалось, чтобы мы достигали еще больших высот в нашем таком, мне кажется, очень интересном, ну, красивом, достойном деле. Нескончаемая мелодия. Свой праздник детская школа искусств отметила большим концертом. Перед началом гостей ждала интерактивная зона. Подниженные звуки скрипок и виолончели бобруйчане смогли окунуться в волшебный мир искусства. Выставка продемонстрировала всю хронологию от самых истоков до сегодняшних дней. Праздничный концерт посетило руководство города. Со сцены прозвучали самые искренние пожелания. Лучшим цветы и почетные грамоты. Разделить радость с бобруйчанами, конечно же, приехал и сын народного артиста БСССР, в честь которого и названо учреждение. За полвека школа выпустила более 2400 талантливых музыкантов. 50 лет – только начало в череде громких побед, ярких звезд и блистательного пути. Юлия Вернер, Максим Калинин. Итоги недели. Лесной пожар, шокирующая статистика и точка невозврата. Аргентинские профсоюзы начали всеобщую забастовку, что не устроило рабочих. Далее громкие заголовки мировых новостей. Около трех миллионов человек вышли на похороны погибшего в авиакатастрофе президента Ирана. Жители Мешхеда и паломники, которые приехали из других городов. Из-за огромной толпы потребовалось несколько часов, чтобы в процессе добралась до мавзолея. Вертолет с Ибрахимом Раиси, напомним, потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан 19 мая. На борту находились 8 человек, все погибли. В провинции Британской Колумбии из-за сильного лесного пожара порядка 5000 человек на днях получили приказ о срочной эвакуации. В результате огненной стихии уже уничтожено около 15 жилых строений. Площадь сжигания превышает 120 квадратных километров. Эпицентр возгорания расположен примерно в 1000 километров к северо-востоку от Ванкувера. В Канаде зафиксировано около 90 очагов. Уровень бедности в Перу растет второй год подряд. В прошлом году за чертой нужды оказались около 50-96 тысяч человек. В результате чего общее количество людей, живущих в нищете, достигло без малого 10 миллионов. Население страны 35 миллионов. В четырех из 25 регионов Перу более 80% жителей не имеют доступа к таким основным услугам, как вода, электричество, мобильная связь и интернет. Аргентинские профсоюзы начали всеобщую забастовку против мир жесткой экономии. Рабочие недовольны реформами нового президента. В стране остановились функционирование общественного транспорта, производства по переработке зерна, супермаркетов, аэропортов и банков. Также временно приостановлены авиарейсы, парализованы порты, а школы и университеты работают в ограниченном режиме. Ученые заявляют, к середине 21 века могут исчезнуть картофель, шоколад и кофе. Это связано не только с непредсказуемой погодой, таянием ледников и исчезновением многих биологических видов, но и изменением диеты всего его населения. К 2025-му, скорее всего, популярный корнеплод будет в большом дефиците. И, вероятнее всего, исчезнут деревья какао, которые дают бобы. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин